Условия на границе говорят, что тангенциальные компоненты напряженности электрического поля сохраняются, а нормальные компоненты электроэлектрического смещения или электростатической индукции. Это условие выполняется для D, значит для E тангенциальные, а для D нормальные сохраняются. Из того условия, что нормальные тангенциальные компоненты сохраняются, вектора у нас должны выглядеть следующим образом. Если этот вектор E1, то вектор E2 мы должны изобразить, соблюдая вот эти углы. Таким образом, чтобы у нас тангенциальная компонента была точно такой же. При этом вектор E2 у нас будет немножко линей. И видно, что нормальные компоненты E во второй среде больше, чем нормальные компоненты в первой среде. А из этого условия мы можем записать, что нормальные компоненты вектора E связаны таким соотношением, подставляя сюда связь между векторами D и E. E2 и E2. Если у нас E2 больше, то E должно быть меньше. Получается так, что E2 меньше E1. И выбрав второй ответ, вы оказались неправы. При этом за это вам дается такое задание. Надо сказать, из какого условия, каким физическим законом можно пользоваться, для того, чтобы доказать... Мы пользовались на лекции, чтобы доказать вот это вот соотношение о том, что тангенциальные компоненты вектора E сохраняются. Возможно, два варианта. Теорема Гаусса и второй – теорема циркуляции. Теорема оциркуляции и вектора напряженности электростатического поля. Остановив ролик, как вы делали раньше, надо щелкнуть либо по первой строчке, либо по второй строчке. Вот немножко задуменными квадратами обведены эти строчки. Спасибо. 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 Спасибо.